МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире специальная серия проекта на Медне «Юбилейные истории личностей». И сегодня мы расскажем вам одну занимательную историю о мальчике, который, как и все советские дети, любил родину, праздники, музыку и просто мечтал о своем светлом будущем. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Любимой архитекторами за тайны, скрытые за ее старинными окнами и воспетую в картинах художников за свои впечатляющие осенние пейзажи. Любящие родители хорошо воспитали маленького Игоря, а добрые образы советской пропаганды довели все остальное. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, зелененький он был. Детство, детство, ты куда летишь? Совсем скоро споет солист «Ласкового мая», а мы прекрасно понимаем, что от всех продуктов того времени остались разве что эти милые, немного наивные кадры. А пока за окном 70-е, и наш герой успешно воплощает свои передовые идеи в научно-технических кружках. И поражает преподавателей музыкальной школы по классу любимого аккордеона. В радости огромной стал первым парнем я, с баяном электронным свела судьба меня. С баяном электронным, с баяном электронным, с баяном электронным свела судьба меня. Были и собственные хиты, но советский шоу-бизнес не увлекает пионера Шишова. И он с удовольствием ведет увлекательную жизнь простого советского школьника, о которой многие из нас ныне вспоминают лишь на таких редких встречах одноклассников. Затем первый ответственный пост лаборанта вычислительной техники Киевского политехнического. Годом позднее факультет химического машиностроения. Все это лишь начало звездного пути дипломированного аккордеониста Шишова, а тем временем 85-й и заслуженный долг Родине. Только посмотрите, с каким неистовым рвением молодой офицер Игорь Шишов стремится выполнить свои воинские обязанности, в отличие от других воинов доблестной советской армии. И не забывает вовремя перевести дух, как и подобает образцовому солдату. И был успех. Тем временем, когда великая страна доживает свои лучшие годы, Игорь Александрович Шишов – классический образец последнего поколения комсомольских руководителей Киевского завода реле и автоматики. Он с удовольствием организовывает поездки для работников своего завода на еще не опустошенные семенем будущей демократии базы отдыха и с интересом наблюдает за перспективами только набирающей обороты перестройки. Госиздательство художественной литературы выпускает в свет все пять томов собрания сочинений Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Произведения Ильфа и Петрова одно время были изъяты из оборота, а потом даже фактически запрещены. Вновь издавать их начали в конце 50-х. Теперь оранжевые тома почти полного собрания сочинений канонизируют лучших советских сатириков. Ильф и Петров становятся официальными классиками жанра. Грузите апельсины бочками, потем опиум для народа. Пилите, Шура, пилите, это вам не Рио-де-Жанейро. Уроки любимых героев из золотого теленка и 12 стульев не проходят для него даром. Благо голова на плечах, за ними и опыт. Какие уж тут шутки, товарищ Бендер, когда за окном лихие 90-е. На них просто времени нету и на раскачку тоже. И вот уже совсем скоро коммерческий отдел недавно образованного совместного предприятия АПОГЕЙ получает своего нового главу, а еще через 10 лет Клеванский лесообрабатывающий. Его хвалят за трудолюбие. Он пример для подчиненных. Успех налицо. Но чем бы стали достижения ответственного руководителя Игоря Александровича, если бы не такая теплая любовь к любимой семье, любимым занятиям, к друзьям и товарищам? И, конечно же, к музыке, успехи в которой всегда шли с Игорем Александровичем струна в струну. А ведь еще совсем недавно катания на аттракционах, Новый год и детские праздники воспринимались так же трепетно. Всего мгновения и уже собственные дети с таким внимательным взглядом тянут тебя за рукав. Как, будучи взрослым, всегда оставаться с ними на одной волне? Как сделать небо в местах, где они играют ярче? А воздух, которым они дышат, чище? Как тогда, много лет назад? Как организовать один большой субботник, дружеский субботник? Как тогда, в школьные годы? Ведь сил и здоровье на семерых. Опыт неслабый имеется. И работа на свежем воздухе. Не говоря уже о достойном продолжении предпринимательской карьеры. А главное, он обязательно успеет, добьется своего. И пусть порой не замечают дети, как много забот в жизни их папы, все еще юного, но уже успевшего занять свое место под солнцем молодой независимой страны. Попутного ветра и долгих вам лет, Игорь Александрович, будьте счастливы, оставайтесь собой. А с вами был Леонид Парфенов и специальный проект на Медне юбилейной истории личности.